Пинза, любовь Здравствуйте, мои родные Все-таки хочется сказать Сегодня суббота И, как ни странно, хорошее настроение Что бывает крайне редко в последнее время Но Я проснулся, сделал зарядку И думаю, дай-ка я схожу в магазин Куплю продуктов И давно я не делал такие вот Самые бытовые, обычные видео Типа, что купил Распаковка, там, продукты Сколько стоит Вот, и думаю, дай-ка я сегодня сделаю Там вроде ничего такого особенного нету Но почему, собственно, не сделать И не рассказать Да, я алкоголик Я вообще считаю, что В холодильнике всегда должно быть бутылочка Шампанского Тем более, абраудерство, обожаю Полусладненькое, красненькое Вот Так иногда раз, хочется Выпить И просто берешь и выпиваешь Помимо красного шампанского У холодильнике должно быть еще Яблочное пиво Да Вот, но Все-таки По хозяйству тоже должно быть Я, наверное, прям так сразу и буду распаковывать Вот, что я купил Магазин лента Хожу в ленту Хочу, конечно, сказать, что Я раньше не обращал внимания Как растут цены Нет, ну, какие-то продукты Обращал на меня Но вообще, в принципе, я даже не знаю Сколько стоит бензин Потому что Какой-то, знаете, период Так, год-два не смотришь Сколько, а потом бац Он тебе отложился в памяти Что за литр 35 А сейчас 50 Конечно, такие скачки Я замечаю Но когда он там вырастает по копейкам Ты этого не обращаешь внимания Так же и здесь В продуктах Вот Если я раньше в магазин ходил Примерно Ну, я что там Одному много раз покупаю Там, допустим, на 2 тысячи Сейчас 4 Ровно 4 тысячи 3 990 там с копейками Представляете Это еще типа с моей скидкой А так было 4 500 Ну, по карте Там они сейчас все эти карты В каждом магазине карты делают Вот Поэтому Конечно же Конечно же пакетики для кофе Которые я кладу Вот в эту кофемашину И они у меня лежат вот здесь Кстати, если что Сразу Когда вы ко мне придете в гости Вы будете знать Где у меня лежит кофе Кофе у меня в баночках И вот здесь И вот здесь Кстати, мне здесь посоветовали Такой кофе вкусный Вы знаете, что я всегда люблю ловаться Ну, или все любят Оно действительно хорошее кофе Хорошее кофе Хороший кофе Сейчас можно по-разному Если вы не знаете А то мне уже один раз там Ткнули пальцем Я не знаю, как он называется Какой-то Поэзия Джулиас Менни Вот такой вот Неплохой Я хочу вам сказать Очень даже Неплохой Так, ну давайте Переверну уж камеру А то у меня так прям Рисурка-то и отсохнет Аааа Тряпочки Супер тряпочки Которые всегда у меня стоят Вот здесь вот Вот И тоже должно быть Стоять вот здесь Ну она будет Там лежат Как всегда Бросил неаккуратно Сейчас бы мне мама сказала Да, мам? Положи-ка Аккуратно Так Мне вот очень нужен пятновыводитель Без хлора Который Удаляет пятна с первого раза Потому что на какой-то куфте У меня было это Я думаю А дай-ка я куплю Ну чисто по хозяйству 17 17 Рублей Стоит лук Вот такой пакетик Не знаю Сколько он стоил раньше И подорожал или нет Я сейчас Кстати Еще может быть В это видео засуну Один рецепт Поэтому я купил Очень много творога Разного Я кстати люблю очень Домик в деревне Мне нравится Констит Констит Короче вы поняли Конечно же Влажные салфеточки Всегда покупаю И дома пользуюсь И в машине пользуюсь Это кстати Для машины купил Поэтому он идет туда Так Обожаю Просто снежок И именно этой фирмы Снежок Это просто какой-то Вкус детства Мы этот снежок Сами в детстве делали Когда сахар Ой Когда обычный кефир Я брал И с сахарочком И вот тебе тот же самый снежок Но все-таки Вкус детства Показать вам котлетки Папины У меня еще осталось Представляете Вот по папиной котлетке Папа Он теперь Коши варит Я приготовлю другие Говорит По другому рецепту Тебя приношу Я говорю На котлетки Просто прибегу Не просто Приеду А прибегу Яблочек взял Люблю самые простые И люблю Такие большие Киты громадные Хотя сам вчера в машине ел Это вот тип эконом Так они называются 80 рублей Такой вот Люблю такие жесткие Кисло-сладкие Все дела Уходим сюда Тоша Ты что приперся Старый крыш Как с шабалом Метенкой Кинзан Я из зелени Больше всех Люблю кинзу Кто-то ее не любит Потому что считает Что она пахнет клопами Откуда вы знаете Как пахнут клопы Не знаю Я не нюхал клопов Так На пять Творожочек Тоже уходит сюда Так Активия Сметаны я много взял Потому что для рецепта Который я должен приготовить А я все-таки его должен приготовить Потому что уйдет Вот такие две пачки А это я вот по утрам делаю Так Еще один рецепт У меня с капустой связан Тоже на каком-то Своем одном любимом канале Кулинарный микс Что ли Как я забыл С кем Как ее зовут Увидел с капустой Рецепт Очень вкусно Обязательно приготовить Это туда же идет Решил попробовать Что это такое Не знаю Тоже какой-то Strong Dark Strong Dark Ой, это темное что ли Я не люблю темное Зачем я его взял Ну ладно Пусть будет Поэтому В наш холодильник В наш мини-бар С молоком С молоком А это кстати Меня представляете Угостили Сказал открывать нельзя Если я открыл То нужно пить У меня вот еще тут вино Беленькое стоит Как же это называется Сидор Во Домашний сидор Но я его боюсь Открывать Потому что я его точно Не выпью А оно закиснет Не пропадет Так Это у меня Убираться тут Сметанку Обожаю Тут сметану Про нее уже много раз говорил У меня тоже Про нее спрашивали Сейчас должен за кадром Сказать Да кто тебя спрашивал Сметана Из топленых сливок Очень вкусная И вот еще купил У меня там диван грязный И вообще такая штучка Должна пригодиться Это типа пена Для чистки ковров И мягкой мебели У меня там есть пятна На диване Посмотрим что это такое Потом покажу Как это Ну масло Масло Опять активе Сырочек Какой-то взял Вот За 233 рубля Килограмм 720 Паштет взял У меня в машине лежит вкусный хлеб Что-то захотел С гусиной печенью И еще на пробу взял тоже Какие-то яблоки Когда вижу такие жесткие Зелено-кисло-сладки Всегда беру Попробовать Еще одна сметана Я же говорю Мне для рецепта надо И паштет Лососевый А ну и еще И вот эти вот Сучки Я взял Это Сырки Очень люблю их Простоквашины Стали выпускать Может быть не стали Точнее я их раньше Не замечал Наверное уже давно Они выпускаются Вот все это стоило 4000 Ну вот что я взял Такого Ни мяса Ничего нет Чиста алкашка Ну чтобы вы понимали Чиста алкашка Шампанское 400 рублей Ну что это Размного Кстати А вот эти вот Советские Шампанские Продаются ли сейчас Советское Шампанское Надежда Или просто Советское Вот и вот Сейчас в магазине Я не видел Но наверное В больших Супермарках Продаются Так же Конфеты Ассорти Мои любимые Вот И сейчас Наверное Я приготовлю Очень необычный Такая штучка Вкусная Творожная Десерт Это Да Ладно Сейчас Сейчас Дайте мне Секундочку Как Как я там Сегодня написал Мне в комментариях Я выключаюсь Но не Переключаюсь А вы Оставайтесь На месте Что-то такое Бред Конечно Но Родные мои Доброе утро Родные мои В общем Вчера не удалось Мне сделать Этот рецепт Я начал Его делать Сейчас По-моему Это плохая Вообще Затея Потому что Как всегда Рецепт Взят Из Тиктока А читаю Там Ой Горячее Почитал Комментарии Там просто Все обсирают Что это за Рецепты И вообще Это обычные Сырники Только Зачем Их Выпекать В духовке Зачем Столько Масла Я что-то Тоже Призадумался Зачем Все Это Вообще Нужно Рецепт Действительно Обычных Сырников Значит 200 грамм Что это 200 грамм Творога Яйцо Там Ложка Муки Полторы Ложки Муки Сода Ванилин И Ну я действительно Хочу попробовать Я никогда Не выпекал Сырники В духовке Вот сейчас На противник Выложу А потом Это все В сметанном Таком Каком-то Сладком Соусе Залить Я не знаю Что это Получится Но попробуем Они должны Пропитаться Понимаете И вообще У них есть Название На минуточку Это Хотел сказать Прибалтийские Приморские Творожанники На минуточку Родные мои Умоляю вас Сегодня кстати У моей Умоляю вас А это имеется ввиду Теоны Георгиевны Контридзе День рождения С чем я ее собственно И поздравляю Моя Родная Умоляю Кузиночка Которая там Сейчас Отдыхает У нас В Бразилии Где много Диких обезьян Вот Не знаю Не знаю ребят Что за странная Затея у меня Вот этого Творожанники Приморские Надо такое придумать Вообще Есть такое блюдо Напишите мне Люди С Приморья На бумаге Что ли Прилипнет у меня Как всегда Там Масло столько Налито Прям Прям Вот здесь Весь противень Залит был маслом Они там Прям Нам такое Не надо В общем Вот так Выглядят Приморские Творожанники Какое-то Странное Блюдо Вот Ну по тесту Вот я кстати Спец по тесту Потому что Всю жизнь С детства Я всегда Вот так вот Брал А он мне Отдавало И я вот так Раз в рот Судя по тесту Должно быть Неплохо Посмотрим Короче Друзья мои Как скажет Один известный Блогер Это Какая-то Дресня Ничего у меня Не получилось Кошмар Просто кошмар Ой Зато Многие Видно Будет Один Большой Приморский Творожанник Я лучше Знаете Что Съем Пока Бутербродик С красной Рыбкой Да Все правильно С вкусным Хлебушком Ммм Такая Вкуснятина Просто посмотрите На это Друзья Хотите посмеяться Я вас сейчас Посмешу Тара Тара Там Тара Там Тара Там Вот так Выглядит Приморский Творожник Чтоб вы знали Я просто В шоке Оно Горячее Это Очень Необычное Блюдо Как всегда Трэш Кухня Родные Мои Так Главное Не пережарить Все Я вообще В шоке Сейчас Это Что такое Это Что За Лепеха Нет Ну Наверное Это Конечно Съедобно Ай Горячее Пусть Остынет Ладно Я Сейчас Разрежу А потом Просто Залью Сметанной Заливкой Ё Моё Одна Большая Это Оладушек Какой-то Вон Все Прожарилось Смотрите Как у меня Тут Все По-модному Да Ну Ладно Ну Что Мистер Лепеха Такой Сырничек Получился Я Не знаю Как это Блюдо Называется Что Это За Блюдо Что С Ним Делать Оно Уже Даже Не Режется Подожди Подождите Друзья Я Вам Хочу Сказать Родные Мои Что Это Очень Вкусно Но Я Не знаю Как Это Блюдо Называется Но Очень Пахнет Вкусно А Вот С Этой Вот С 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 Не Не Упал Больше напоминает запеканку Но это реально вкусно А в другой стране, что есть, может быть, невкусно Да, конечно Все, дорогие мои Родные мои, дорогие Я так понимаю, что обращение родные мои Зашло, кстати, большинству Ну, конечно, не вот так вот родные мои А просто родные мои Потому что это факт Тоже родной мой бежит Ну, все, ребят, спасибо всем за внимание Я вас всех обнял, приподнял, поцеловал Все сделал Пока-пока, до новых встреч Встретимся в ночном эфире Я, кстати, сегодня тоже плохо спал И уже прям было Хотел в 3 часа ночи выйти в эфир Но что-то меня остановило Почувствовал какую-то нотку вот этого сна Думаю, срочно нужно ее ловить Поймал Вот Все, ребят, всем пока-пока Ты не поверишь, но этот десерт готовится очень быстро И также съедается Приморские творожанники Готовятся 10 минут Сначала включаем духовку и нагреваем противень Делаем творожные плюшки Берем творог 200 грамм и добавляем 2 яйца Все хорошо смешиваем Затем добавляем пол чайной ложки соды 2 столовые ложки муки с горкой И ванилин Все хорошо смешиваем Тесто должно получиться густым На прогретый противень наливаем растительное масло примерно как на оладьи Снова убираем в духовку на 2 минуты Смачиваем в воде и выкладываем тесто, чтобы тесто не прилипало Выкладываем на прокаленный противень Выпекаем до золотистой корочки буквально 10 минут А плюшки выпекаются, делаем сметанную заливку Смешиваем 250 грамм с сахаром Я добавила 2 столовые ложки Когда творожные плюшки зарумянились, достаем и выкладываем в блюдо Кстати, они абсолютно не пригорают Выкладываем плюшки слоями и каждый слой поливаем сметанной заливкой Обязательно оставьте их пропитаться Если хотите теплыми, минут на 10-15 Или на всю ночь Холодные они тоже обалденные Приятного аппетита!